Библия, Слово Божие, истина говорит, что суд начнется с Дома Божьего. Это очень важный момент. Также в Библии стоит, что мы, как верующие люди, которые познали истину, которые познали правду, которые услышали правду, мы должны и не приняли эту правду, мы должны понять, что это все не шутки. Если ты только что через кого-то услышал правду и не принял ее и отверг ее, то суд начнется очень серьезный за все. Если ты не принял Иисуса Христа как Спасителя, если ты не хочешь жить так, как Он хочет, это очень страшный момент в жизни человека. Я прочитаю, что стоит в Слово Божьем Библии. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божьему? Аминь. Получается, если мы, ну мне так открыто в духе по эти слова, что если ты человек, который познал истину, который знает Бога, который знает, что хочет от него Бог, но ты этого не делаешь, ну про что стоит здесь, с Дома Божьего, кто храм Бога? Это ты. Если ты это сейчас слышишь, и все равно против идешь, и не хочешь это брать к сердцу, и идешь своей дорогой, не хочешь принять путь к спасению, потому что путь к спасению – это Иисус Христос. Наша жизнь на этой земле закончится. Она может закончиться сегодня, может быть через 70 лет, может быть через 10 лет, может быть через 10 секунд. Это никто не знает, кроме Бога. Из-за этого мы должны все принять Слово Божие в наше сердце. Не только принять, мы должны дать Слово Божьему, Богу, Иисусу Христу, Духу Божьему жить в нашем сердце. Библия говорит, что мы как храм Бога Живого, и Бог будет ходить в нас, и через нас. Да, получается, Бог хочет ходить через нас. И если мы это не сделаем, если мы не дадим Богу двигаться через наше тело, через наше сердце, тогда будет суд. И это серьезный суд будет. Про это стоит здесь. И не дай Бог, чтобы человек, услышав эту истину, не принял ее. Это очень плохо. Читайте Библию, покатитесь. Я вам еще раз хочу напомнить, что я умирал в своей комнате, конкретно, я плевал кровью. И уже я думал, все, мое сердце остановится. Пять человек, которых я знал, с кем я раньше пил и праздновал, и все так далее. Их нету в живых, они ушли. Очень быстро. Из-за этого время у нас мало. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и познали истину. Это очень важный момент. А для всех, кто уже познал истину, дайте другим людям тоже прийти к Богу. Не запрещайте людям, не делите моего Бога на 25 частей или на 100. У нас один Спаситель и один Бог. И мы все дети Божьи. Хватит уже играть в театр христианский. Поймите это, наконец-то. Благослови вас, Господь, и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу.